Очень многие люди сталкиваются с финансовыми проблемами в пенсионном возрасте. Ассалам алейкум, друзья! В этом видео разберемся, почему так происходит и какие финансовые ошибки нельзя допускать в своей жизни. Во-первых, давайте признаемся, что пока мы с вами молодые, нам кажется, что так будет вечно. Мы даже думать не хотим о старости, о немощности, о пенсии. Мы же полны энергии, планов, целей и разных крутых мечтаний. Поэтому мы с вами логично говорим, но зачем нам отказывать себе в чем-то? Надо здесь жить и сейчас, один раз живем и так далее. Но задумайтесь, пожалуйста, мы же все подсознательно мечтаем, хотим оказаться там, иншаллах, в здоровой, счастливой, безбедной старости. И еще, конечно же, на нас очень сильно влияет нынешнее общество потребления. Из всех средств массовой информации на нас льются тонны рекламы на различные товары. В духе «не копи, купи» и загоняют людей в кредит на покупку в основном ненужных вещей. Тех вещей, которые человек не может себе позволить. Вот зачем себе брать телефон по цене месячного твоего заработка? Чем мы думаем? Изначально у простого человека заложено неправильное поведение в отношении денег, расходов и своего заработка. Он тратит весь свой доход, не формирует финансовый резерв, попадает к мошенникам, желая быстро и много заработать. Не думает о долгосрочной перспективе. И я иногда напрямую спрашиваю у людей, слушайте, а как вы собираетесь жить на пенсии? А знаете, что они мне говорят? А вдруг я не доживу? А я говорю, а вдруг доживешь? Получается, у людей нет совершенно ориентира, правильного ориентира, куда двигаться. Ложные ценности и общественное мнение ведет большинство из нашего общества в долговую яму, нищету и плохое здоровье на пенсии. Прошу вас, посмотрите хотя бы один мой бесплатный урок, и вы поймете, в каком направлении нужно двигаться, чтобы уже сегодня начать менять свою жизнь к лучшему. Ссылку на такой урок я оставлю в описании под этим видео. Чтобы комфортно чувствовать себя на пенсии, очень логично, как можно раньше начать откладывать на эту самую безбедную спокойную старость. И чем раньше вы начнете, тем меньше можно начать откладывать. Доказано, что любой семейный бюджет может позволить себе откладывать минимум 10% от своего дохода. Не можете или боитесь 10, откладывайте хотя бы 5%, ну или какую-то фиксированную сумму, хоть 1000 рублей. Поймите, ну нет другого пути, нежели откладывать и инвестировать, чтобы создать себе достойный запас. Вы знаете, мне всегда приходит в этот момент, когда я говорю эти слова, притча, когда журналист поехал брать интервью у миллиардера на его остров. И вот он приезжает с блокнотиком, с ручкой и хочет узнать секреты создания богатства. И так и говорит, уважаемый такой-то, расскажите пожалуйста, что вам позволило, какие секреты, методы вам позволили добиться такого состояния. Он говорит, сынок, секрет всего лишь один, с каждого доллара, который я зарабатывал, 50 центов я откладывал и инвестировал. Богатство это не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько у вас остается. А инвестиционных инструментов огромное множество. Да, в них нужно разбираться, но начать нужно именно с выработки привычки откладывать. Просто откладывать и не тратить. Таким образом вы рано или поздно создадите себе хороший финансовый резерв. Он очень важен, вы будете спокойнее, увереннее себя чувствовать, не будете брать в долг и попадать в трудные ситуации. А вот когда у вас финансовая подушка будет размером в 3, 6, 12 может быть месяцев вашей спокойной жизни, вот тогда можно начинать думать про инвестиции. Куда инвестировать? Есть разные-разные варианты. Первый и самый очевидный и самый классный вариант это бизнес. Можно создать самому или в какой-то действующий бизнес можно инвестировать. Сейчас очень популярны сферы маркетплейс, флиппинг, доставка продуктов и много-много-много. Это очень важный и очень доходный вариант. Создав бизнес при правильном подходе вы сможете зарабатывать сотни, а может даже тысячи процентов годовых. Второй вариант недвижимость. Очень популярный у нас у россиян, да и вообще в целом в мире вариант. Но какие минусы? Высокий порог входа. Даже чтобы купить однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду, нужно несколько миллионов рублей. Ну и доходность примерно 5-6 процентов годовых. Третий вариант. Ценные бумаги. Акции крупных классных компаний и они растут примерно на 25-30 процентов в год. Четвертый вариант. Можно купить золото в слитках, инвестиционные монеты, просто драгоценности. Золото исторически растет на уровень инфляции. Пятый вариант. Криптовалюта. Можно покупать криптовалюту на бирже, либо заняться майнингом. Доходность очень высокая. Ну и риски, конечно, соответствующие. Вы можете зарабатывать 50-100, 150 процентов в год. Все эти варианты, уважаемые друзья, имеют и плюсы и минусы. А также свои подводные камни. Но есть те, с которых легче начать. Это ценные бумаги, акции, о которых я говорил, и криптовалюта. Почему легче? Потому что порог входа минимальный. Грубо говоря, с 1000 рублей вы уже можете начать это делать. А есть те, которые большинству недоступны. Например, те же квартиры. Да, бизнесменом может стать далеко не каждый. Купить квартиру и сдавать в аренду многим не под силу. Но начать откладывать и инвестировать небольшие суммы 100-500-1000 рублей доступно каждому. Начинайте прямо сейчас вкладывать в нужные, надежные инструменты и со временем обеспечите себя и свою семью. Развивая в себе нужное качество, с нужными знаниями, совершая правильные действия, точно можно стать богаче. У нас в онлайн-школе учатся ученики разных возрастов. С 13 до 65 лет. И у каждого в процессе обучения вырабатывается правильное понимание, куда нужно инвестировать, а куда не стоит соваться. И за 2,5-3 месяца ученик становится финансово грамотным. Ставить себе цели, открывать брокерский счет, возможно счет на криптобирже. И на практике начинают двигаться к своей финансовой свободе. И таких, как они, мы обучили более 1000 человек по всему миру. Они получили самый полный набор информации и инструментов для успешного халялеинвестирования. Ссылку на сайт школы я оставлю в описании под этим видео. Присоединяйтесь, пока открыт доступ. Так как же накопить достойный капитал к пенсии? Конечно же, откладывать 10% от своего дохода это недостаточно. Потому что деньги постоянно обесцениваются под влиянием инфляции. Например, 10 лет назад стоимость продуктовой корзины составляла 6300 рублей. А в 2023 году уже 10300 рублей. Рост почти в два раза. Поэтому нужно не просто откладывать, а грамотно инвестировать в свои сбережения. В разные, в разные классы активов, о которых я сказал выше. Да, сегодня в мире непростая обстановка. Кризис везде. И мы вынуждены менять свою стратегию в зависимости от политики также. Но фундаментальные основы создания богатства остаются одинаковыми. Вы знаете, еще один пример приходит мне в голову. Простого, элементарного создания какой-то суммы, какого-то капитала. Я консультировал врача. Она уже не молодая и очень боится разные финансовые инструменты. Но у нее была привычка. Она просто покупала доллары. Просто тупо покупала доллары. И говорит, Кумар, когда мне сыну стало 18 лет, он поступил в институт, я ему купила квартиру. Но про то, что нужно ли покупать детям квартиру или нет, это другой вопрос. Просто я хочу сказать, что обратите внимание, человек использовал всего лишь один инструмент и один навык. Доллар и привычку откладывать и покупать доллары. И вы знаете, что я могу сказать вам? Она молодец, она что-то хотя бы сделала. Понимаете, если бы она откладывала это все в рублях, то она не смогла бы купить квартиру. Она нашла этот вариант. Она поняла, что доллар не обесценивается по отношению, да? То есть квартира становится дороже в рублях, а не в долларах. И осуществила свою материнскую мечту. Подарила квартиру сыну. Чтобы купить квартиру, конечно же, есть более эффективные методы. Но она молодец, правда? Уважаемые друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вам понравилось. Поделитесь с друзьями, коллегами, родственниками. Подписывайтесь на канал. Я уверен, иншаллах, что после этого видео, после обучения в нашей онлайн школе в России, в СНГ, в мире, через десятки лет станет гораздо больше состоятельных пенсионеров-миллионеров. Ведь даже из одного доллара при правильном подходе можно сделать миллиард. Об этом я подробно рассказал вот в этом видео. Увидимся на канале. Салам алейкум. Продолжение следует... Продолжение следует...